В поселке Белоярском, являющемся центром района, украшенного одноименной атомной электростанцией, в 6 часов вечера, то есть еще сильно засветло, на узенькой улочке Молодежной, 44-летний накиданный бухарь на Деу-Нексии не вписался в ширину дороги и снес на повал 66-летнюю пешеходку, которая шагала по правой обочине попутно с Нексией. Годитель автомашины Деу-Нексии не справился с управлением, допустил наезд на пешехода, в результате чего пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному материалу проводится проверка, на месте работает следственная оперативная группа. Однако гибелью пенсионерки пьяная поступь гонщика на Нексии не завершилась. Он до такой степени раздухарился, что догнал впереди плетущуюся зеленую 99-ю, пилотируемую 43-летним рулевым, забодал ее в правый задний угол и выплюнул отечественное зубило на встречную обочину. На этот раз, по счастью, без пешеходов. Пилоты Нексии и Лады при попутном ударе не покалечились. От дыхательной гимнастики в трубочку виновный Деу-Вод, как ни странно, не отказался. Не, ну это по-честному. Женщину по пьяни задавил, надо покаяться и пройти этот путь сполна. Так, товарищи понятые, обратите внимание, что упаковка у трубочки не нарушена. Все, согласно. Разорвите, достаньте трубочку, пожалуйста. Где? Все, 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 все. Достаточно. Вот это вот, откуда я понял, что... 1-318. Мы с вами установили, что водитель управлял состоянием алкогольного опьянения. Пока виновник замеса получил только административку по 12.8 КОАП за пьяное руление. Выяснилось, что он не то чтобы совсем лютый и неисправимый бухарик, но в 2011 году уже привлекался за вождение в накиданном состоянии. Но что ему административка? Его ждет 264-я уголовная статья в ее четвертой части «Пьяное автоубийство одного человека». А это по летним нововведениям ВУКа теперь в пиковом случае до 12 лет зоны. И хорошо бы еще, чтобы судьи сажали не на поселение, а хотя бы в общий режим. Может это хоть как-то остановит бухашметов за рулем.